пока не остыл кофе. В этом выпуске тебя ждет шесть выводов, но сначала побухтим, стоит ли тебе читать эту книгу. Ремарка номер раз. Для меня, чтобы не сойти с ума, очень важно периодически вбрасывать в свою голову книги из рубрики «Отдохнуть». Но, опять же, это тоже не самая легкая задача, так как фантастику, детективы и романы я не читаю, и я пытаюсь найти те книги, которые несут пользу. И пусть не такую очевидную, она не лежит на поверхности, ее нужно прям ковырять, чтобы найти эту пользу. Это первое. Второе. Как бы так очень деликатно и аккуратно подойти к этому вопросу, потому что будет свинство своей стороны, если я начну сполерить или рассказывать тебе весь сюжет. Коротко, это про путешествие во времени. То есть такое путешествие во времени, в которое ты можешь относительно поверить. Понимаешь, да? Фантастика, когда там слишком много всего придумывается. Ты читаешь и думаешь, да, классно, ну вот здорово. А есть вот сюжет, есть герои. А здесь ты думаешь, прикольно. Действительно, если бы такое было, что бы со мной произошло? Здесь автор это сделал круто. Третья ремарка. Автор японец. Для меня это вообще супер что-то новое, потому что я никогда не читал японских авторов. Харука, Мураками, Шмиряками, вот эти вот, у Наги Маки я никого не читал. Никого. И это было для меня откровение. Ремарка номер четыре. Тебя будет ждать диалоги. А я, напомню, не актер дубляжа, я подкастер и вообще предприниматель. Так что не суди меня строго. Мне нужно, блин, озвучивать как-то женские диалоги, черт возьми. И еще вкраплять полезную информацию, основанную на своем личном опыте. Так что задача прям совсем усложняется. И ремарка номер пять. Что мне еще тебе добавить? Наверное, если ты хочешь, ну, это такой подвывод, наверное, если ты хочешь как-то разбавить свое время, и при этом у тебя есть некоторые зажимы, касаемые прошлого, ну, например, у тебя иногда посещают мысли, а что если бы я в свое время, например, открыл бизнес, но этого не случилось? Или а что если я там расстался со своим парнем или девушкой, но ты с ним продолжаешь встречаться? И вот эти а что если, которые касаются наклонениями из прошлого, это вот, это про тебя. Книга, короче, поможет разобраться, и ты как читатель можешь невольно иногда переноситься в историю. Тебе может казаться, что что бы я сделал, если бы я был тем самым героем, что бы я смог изменить, если бы отправился в прошлое. Все, все, это все, что я хотел сказать. Пора хлебнуть чай, и теперь можно. Вывод первый. Начинается с женской диалоги. Блин. Смотри, я хочу, чтобы ты выслушала и выслушала внимательно, ладно? Да. Что именно? Фумика напряглась. Ты можешь вернуться в прошлое, это правда. Ты можешь вернуться, но что оно? Что бы ты ни сделала в прошлом, настоящее не изменится. Настоящее не изменится? Фумика была совершенно не готова к тому, что услышала. Она просто не могла с этим смириться. Что это значит? Переспросила она громко. Каза спокойно продолжила. Даже если ты вернешься в прошлое и скажешь своему парню, который поехал в Америку, что ты чувствуешь к нему, даже если я скажу ему, что я чувствую, твое настоящее не изменится. Что? Фумика в отчаянии заткнула уши, но Казу еще произнесла слова, которые Фумика меньше всего хотел услышать. Фумика, Казу, господи! Это не изменит того факта, что он уехал в Америку. По всему телу Фумику прокатилась дрожь. Несмотря на внешнюю отрешенность, голосе Казу слышалось сочувствие. Даже если ты вернешься в прошлое, откроешь свои чувства и попросишь его не уезжать, это не изменит твоего настоящего. Но тогда возвращение в прошлое становится бессмысленным. Тебе не кажется? Громко и с вызовом спросила она. Да, громко я спросил. Эй, полегче. Давай не будем стрелять в гонца, принесшего плохую вещь. Мешалась Хирай. Она затянула сигареты, совершенно не удивившись реакции Фумика. Почему? Фумика с мольбой посмотрела на Казу. Почему? Я скажу тебе, почему. Начала Казу. Потому что таковы правила. Правила я тебе пересказывать все не буду, ну, чтобы тебе интересно было читать, если ты захочешь. Но вывод-то здесь, ой-ой-ой, какой интересный. Обрати внимание, что есть такая категория людей, не буду, как говорится, показывать пальцем, но они почему-то часто любят путешествовать в прошлое. Особенно под випиончик какой-нибудь. Выпьют бутылочку. И начинают, вот, оплакивать свое прошлое. А здесь-то вывод-то какой. Вне зависимости, как интенсивно ты оплакиваешь свой прошлый опыт, оно никак не может повлиять на настоящее. Все, что свершилось в прошлом, вне зависимости от того, как часто ты вспоминаешь что-то, как интенсивно ты это вспоминаешь, даже с кем ты обсуждаешь свое прошлое, оно вообще никак не может повлиять на настоящее. И пусть это метафора автора о том, что действительно есть такая, значит, машина путешествия времени, мы можем даже без этого представления обратиться в нашу реальность. Если ты вспоминаешь прошлое, то просто знаешь, что это совершенно бесполезно. Но есть одна маленькая ремарка, да, что и все-таки польза есть, но она в другом. Об этом позже. Вывод номер два. Вы меня слушаете? — откликнула ее Казу. — Когда вы вернетесь в прошлое, вы должны выпить весь кофе, прежде чем он остынет. — О, ну вообще-то я не очень люблю кофе. Казу наклонилась вплотную к кончику носа Фумику. — Это единственное правило, которое вы должны полностью соблюдать, — сказала она, понизив голос. — Правда? Если нарушите его, с вами случится нечто ужасное. — Что? — Фумика встала не по себе. — Она, конечно, ожидала чего-то подобного, понимала, что в этой странной истории не обойдется без риска. Удивляла то, что Казу сообщила об опасности в нескольких шагах от финиша. Фумика с опаской посмотрела на нее. — Что же со мной произойдет? — Если вы не выпьете весь кофе до того, как он остынет, если я не выпью кофе, настанет ваша очередь быть призраком. Фумика замерла, пораженная услышанным. — Серьезно? — Женщина, которая сидела там до сих пор? — Она нарушила правила? — Да. Она пошла на встречу со своим покойным мужем и должна быть забыла о времени. — Когда она наконец-то заметила, что ее кофе уже остыл, она стала призраком? — Да. — Буднично ответила Казу. — Ясна метафора? — Если ты в своей реальной жизни часто отправляешься в прошлое, то рано или поздно ты становишься призраком, потому что в настоящем ты не живешь. Очень тонко на самом деле. Тонко-тонко-тонко. Прошлое — это не место, в которое нужно отправляться часто. Даже если у тебя появляются такие отголоски, ностальгии, когда просто приятно вспоминать что-то. Это я, кстати, прежде всего о себе говорю. Если ты начинаешь часто попадать в свое прошлое в мыслях, то ты становишься призраком, потому что ты как бы не живешь. Ты живешь в прошлом. А прошлое — оно бессмысленно, потому что настоящее не меняет. Вывод номер три. Гора посмотрел на часы. Подожди секунду. Фумика глотнула подслащенный кофе и одобрительно кивнула. Она начала пить кофе только после знакомства с Горой. Это было предлогом для того, чтобы заманить ее на свидание. Забавная сцена с Фумиком, ненавидевший кофе и добавлявший огромное количество сахара и молока, чтобы заглушить его вкус, заставила Гору улыбнуться. Послушай. Это серьезная ситуация, а ты просто ухмыляешься, глядя на то, как я пью кофе. Нет, это не так. Зачем отрицать? Это написано в твоем лице. Фумика снова срывалась на него из-за пустяка. Она уже пожалела о своей реплике. Она вернулась в прошлое и теперь выходила то же, что и неделю назад. Она снова донимала его ребяческими придирками. Тут из контекста вырвано. Но объясню. В общем, вот эта героиня Фумика, она уже вернулась в прошлое. И у нее был план. Ну, прям план, которого она собиралась придерживаться, чтобы вроде как бы высказать своему молодому человеку то, что она должна была сказать. Однако в процессе этого плана происходят житейские неурядицы, которые выбивают ее из колеи. То есть смотри, там начался весь сыр-бор из-за пустяка, из-за совершенной мелочи. И что можно, какой вывод сделать? Во-первых, план идеален в инкубаторе. В инкубаторе, в котором мы представляем, что все пойдет только так, а не иначе. Вот, все, есть стратегия, есть точка А, есть точка Б и все. Но есть также, ну, как бы другие люди. И эти другие люди могут совершенно по-разному реагировать на твой план. А их, может, вообще не устраивает этот план. Есть внешние обстоятельства. И вот маленькая просто подкол выбивает человека из колеи. А ведь он, если направлено направился в прошлое, чтобы что-то попытаться сказать, договорить. И нихрена. Вот прикинь? Это же максимально грустно. То есть была прям, прям, был план. Ради этого человек отправляется в прошлое. И вот все, опять идет, мягко говоря, не по плану. Вывод номер четыре. Возвращаясь к барной стойке, Казу бросила незначай. Как все прошло? Услышав эти слова, Фумика наконец-то почувствовала уверенность в том, что она возвращалась в прошлое. Она возвращалась в тот день ровно на неделю назад. Но если бы она... Так я просто думаю, да? Это не меняет настоящего, верно? Точно. Но как насчет того, что случится позже? Я не понимаю, о чем вы говорите. После этого момента. Фумика подбирала слова. После настоящего момента. Как насчет будущего? Спросила она. Казу в упор посмотрела на Фумику. Ну, поскольку будущее еще не наступило, что, полагаю, это зависит от вас. Ответила она и впервые улыбнулась. У Фумика загорелись глаза. Во-первых, я хочу еще добавить то, что очень странный перевод. Мне было сложно читать. Я не знаю, в чем эта проблема. Либо японский так сложно переводится, либо переводчик специфически выполнил свою работу. В общем, я сейчас даже прочитал это третий раз и споткнулся глазами о текст. Интересно, да? Вот я тебе сказал в самом начале то, что возвращение в прошлое, мысленное или с помощью машины времени, да, вот как пишет автор, оно бесполезно, если ты хочешь поменять настоящее. Но оно становится полезным в какой-то степени, когда ты понимаешь, что ты можешь с помощью прошлого изменить будущее. Ну как? Только с помощью саморефлексии. Это когда ты отправляешься в прошлое мыслями и такой, вот у меня была замечательная возможность купить биткоин, когда он стоил 3 доллара в каком-то году, не знаю, в 2004 пусть. Я не шарю. Пусть будет 2004. А у тебя как раз было 3 доллара. И, в общем, ты мог купить, и такой возвращаешься все время к прошлому и думаешь, вот я сейчас был бы миллионером, но тогда я упустил эту возможность. Настоящее уже не изменишь. Однако, можно изменить будущее, то есть, поразмыслив насчет этого и подумать, а что тебе помешало? Тебе помешало что? Что ты, допустим, не особо решительный. А ведь это можно развивать. То есть, решимость, решительность, это можно развивать через определенное упражнение. Я, кстати, об этом рассказывал в проекте «52 недели одержимости» во втором подкасте. Это называется умение быстро принимать решения. Делается очень легко. Например, если ты заходишь в кафе или в ресторан, в неизвестный для себя, то ты должен определиться с выбором еды или напитков очень быстро. Тебе не надо сидеть, вот есть такие люди. Я их не осуждаю, но мне это не нравится. Я бы так не смог жить. Они вот сидят, разглядывают меню 5-10 минут. Зачем? Зачем? Ну, можно же быстро принять решение. И вот это, кстати, является упражнением, которое развивает навык и мышцу под названием «Принятие решений». Вот так. То есть, видишь, какое резюме можно сделать из возврата к прошлому. Ох, какой подкаст заковыристый получается. Ладно, перед пятым выводом в рамках рекламной интеграции что-то не зачастились, просто я сам много рекламы купил, надо отбивать кассу. В общем, к тексту. Для меня важно не просто сохранять форму, но и всегда быть в ресурсе. Поэтому я считаю, что еда — это не враг, фигура, а источник энергии, удовольствия. Но как разобраться в бесконечном потоке статей и диет от различных диетологов, особенно, когда ничего не понимаешь в физиологии и биологии? Герой этого выпуска поможет разобраться, что действительно влияет на похудение, что нельзя, а что можно есть на диете. Спойлер. Можно все, даже сладкое, даже на ночь. Доказано наукой и его подопечным. Подпишись, оно того стоит. В Телеграме там ссылка в тексте. Можешь подписаться, если тебя интересует тематика спорта. Почему нет? Ссылку я оставил. А дальше принимать решение за тобой. Вывод номер пять. Я наконец-то чувствую это. Настоящая не изменилась для Котаки или Котаки, но ее отношение к Фусаге стало другим. Оно осталось его женой, даже когда исчезло из его памяти. Хирай отказалась от своей привычной жизни, но снова обрела семью. Настоящая не меняется. Ничего не изменилось для Фусаги, но Котаки смогла снова стать... Как это сложно. Фусаги и Котаки не смогла снова стать такой же его женой и общаться со своим мужем. Куми больше не было в живых, но Хирай вернул из себя родителей и многому научилась, осуществляя мечту сестры. Настоящая не изменилась, но те, кто вернулся в прошлое, изменились сами. Котаки и Хирай вернулись настоящие другими, и это изменило и жизнь. Кей медленно закрыла глаза. Это уже следующая ступень. Это когда ты не просто рефлексируешь насчет прошлого, что ну да, я вот с моим примером про биткоин не хватило решительности. И когда ты мысленно вернулся в прошлое, проанализировав, что вообще стало причиной, когда ты возвращаешься в настоящий, ты уже должен стать другим человеком. что это значит? Это значит, что ты должен вернуться с четким призывом к действию, как жить дальше. Вот я тебе обозначил этот пример, что тебе нужно развивать решимость. В теории мы все уже давно все знаем. Вот это вот наше, чисто русское, или я не знаю, может это все их национальности касается. Да я это и так слышал, я это знаю. Ну вот почему-то мало кто это делает, да? То есть нужно не просто рефлексировать, но еще и выходить из этого со своими личными умозаключениями. Кстати, умозаключения могут быть и неправильными, это тоже нормально, потому что а почему нет? Можно всегда ошибаться. Но в то же время лучше уж проверить свою гипотезу, то есть взять и проверить сразу с инструментарием, что мне нужно делать, чтобы в дальнейшем это прошлое не повторилось, потому что прошлое может повторяться, если ничего не меняется в нашей жизни. И вывод номер шесть. Короткий. В журнальной статье о городской легенде писали, возвращается для человека в прошлое или же отправляется в будущее, настоящее все равно не меняется. В чем же тогда смысл этих путешествий? Указу есть ответ на этот вопрос. Что бы ни происходило с вами сегодня, помните, что человек может преодолеть все. И если прошлое может изменить ваши мысли, чувства, в вас самих для настоящего смысл есть. Но она просто скажет вам с беспристрастным выражением лица «выпейте свой кофе, пока он не остыл». Вот это сильно было. Помните, что человек может преодолеть все. И если прошлое может изменить ваши мысли, чувства, в вас самих для настоящего смысл есть. Тут прям автор зашил три уровня. То есть в идеале человек думающий отличается от человека недумающего, когда он выходит с каким-то выводом. И сначала в идеале должны поменяться мысли. За мыслями должны пойти чувства. То есть у тебя должна быть реакция. Реакция, например, в теле. От того, что ты, оказывается, был мудаком в прошлом, это можно поменять и нужно поменять. И дальше он пишет «вас самих для настоящего». То есть он здесь в тексте вшил еще и действие. Это круто. Это прям формула даже, что есть люди, которые отправляются в прошлое под бухлом и ничего не меняют, и только плачут об этом. А есть те, кому удается вернуться в прошлое в мыслях, и они меняют эти самые мысли. Другой тип людей меняет не только мысли, но и чувства. И третье, они меняют самих для настоящего. Глубокая книга, но она в то же время и короткая. Не знаю, это, наверное, для любителей японских авторов мне читалось очень тяжело. Казу, Фумиока, Макиятока. Как будто бы в японский ресторан пришел и меню перечитал. Очень внимательно. Ну все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся с тобой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.